Итак, Абрам Маслоу и его пирамида Дело в том, что Фрейд и бихевиористы, которые господствовали в это время в психологии, они игнорировали в человеке высшее И Маслоу решил им возразить, поэтому он построил свою пирамиду Давайте посмотрим по содержанию, что это за слои такие Вот низший слой, физиологические потребности, голод, жажда Это между нулевым и первым уровнем Если они не удовлетворяются, то мы на нулевом уровне, а если удовлетворяются, то мы переходим на первый Так со всеми слоями в пирамиде Безопасность Если нет безопасности, то мы на первом уровне Если есть безопасность, то мы чувствуем себя частью чего-то более целого и переходим на второй уровень Принадлежность и любовь Если это между вторым и третьим уровнем Потому что принадлежность это все-таки мы свои А любовь это любовь к чемпиону, любовь к самому лучшему, которому надо достичь Вот следующая потребность в уважении и почитании это уже 3-4 Потому что мы стремимся к ней 3, но если мы достигли ее, то мы уже никуда не стремимся Мы занимаем определенное положение, определенную роль И поэтому нас уважают Это четвертый уровень Вот потребности познавательные, которые расшифровываются как знать, уметь, понимать и исследовать Во-первых, знать это тут, иметь знание и иметь возможность их передать Это 4 А вот исследовать Это 5 А вот понимать это уже 6 Тут слито в несколько, в одном Потребность самоктуализации Это, конечно, своя система, то есть седьмой уровень Ну и вот странные эстетические потребности, они могут трактоваться как третий Эстетический превосходный Как шестой, как системность и как восьмой, то есть как гармония и баланс Вот примерно так расшифровывается, переводится пирамида Маслова на наш уровень А наши уровни Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok